Здравствуйте, могу Верой называть или как-то по-другому? Да, всего многое изменилось. Хорошо. Да, смотрите, мы с вами когда последний раз разговаривали, мы говорили о том, что у меня были сложные отношения, и я постоянно с мужем ездила на ночь, и мы не жили вместе. Вы помните страшная история про то, как я подплакалась, и держалась его, и хваталась, и всякое дело, только для того, чтобы нюхать. И мы с вами пришли к тому, что у меня никогда не было своего пространства, и мне нужно свой угол, где у меня будет дом, закрывают дверь, в котором я почувствую безопасность и комфорт, и когда у меня, как оказалось, появится время наконец услышать себя и понять, чего я вообще хочу от этой жизни, что я вообще делаю. И я это сделала, как бы все, как мы с вами, вот получилось, как мы с вами говорили, то есть 30-точная квартира, 30-точная жизнь, отдельный дом. Прошло два месяца, как я уже здесь. Сначала, конечно, мне было страшно, плохо, больно, это было ужасно, переезжать сюда, и это первые три ночи, это было какой-то маниакальной депрессии вообще, какой-то панической атаки такой, на грани пола. Нет, просто никогда этого не было. Да? Да. Никогда этого не было, и привычная реакция, был страх. Да, но я заставила себя переждать. Я думаю, что сильно не устраиваешь, что ты просто посволь этому произойти. Да. Это просто будет. Все верно, Вер, молодец. Где-то, да, к концу первого месяца ко мне пришла такая радость, то есть такая, прям такая, я начала любить людей. То есть, какое-то такое ощущение счастье наступило. У меня исчезли такие, как к ним летые эти, я стала их слушать. Мне стало интересно, мне стало интересно, кто они и что они, да, что они делают, что они хотят. Но одновременно с этим у меня же есть муж, мы уже не развелись, но мы перестали с ним общаться. Где-то к концу первого месяца он появился и ушел с тем, что, со словами, что я дорожу такой, ну, ладно, хорошо, поживи отдельно, потом снимем квартиру, и опять началась целая гора таких приятных обещаний. Я подумала, что да, действительно, ну, наверное, вот как бы, наверное, вот так это правильно. Неделю мы прообщались, и потом я просто выключила телефон и исчез. То есть, я теперь не знаю, где он, что он, если я звонила, он не берет трубку. Ну, я как бы отпускаю потихонечку, я уже звоню гораздо реже, там, может, раз в месяц, когда я звонила за последний месяц один раз. Он взял трубку, я подумала, ну, значит, не готов. Ну, не надо, значит, да, чего я буду туда лезть тогда? Отпускаю как-то. Но при этом у меня внутри осталась какая-то боль такая щемящая, что я-то все осознала, что я делала, я поняла даже, я даже докопалась, потому что я же выросла в семье алкоголиков, где папа очень сильно бил маму. Причем мама летала по всей квартире с выбитыми зубами, с лаками волос, какими-то синяками. И мы все время, три сестры, мы были все время в таком дожатом состоянии страха. Мужчина, получается, вызвал у нас состояние страха, аккрытия. А мы все время защищались, как бы. Мы все время говорили, баба, не ты и мама. То есть так прошло наше детство. И я сейчас поняла, что я это проецирую на всех мужчин. Когда рядом со мной сидится мужчина, я зажимаюсь, у меня мышцы зажимаются, я голову прячу. То есть у меня какое-то состояние, сколько бы я ни пыталась показать себя уверенно, они все равно это чувствуют. А не надо показывать, нужно разъединять вверх. Вот этот мужчина, он совсем другой. Вот как у вашего папы, у вашей мамы, есть свои программки, да, которые они успешно воплощали в жизнь. Ничего личного. Да, вот им так было хорошо, и вот они в Саите и там договаривались, как могли. У вас совсем другая, как и у ваших сестер, совсем другие задачи по жизни. Вы же не продолжение своих родителей, да, не подтверждение того, что их жизнь для вас абсолютная истина. Нет. У вас есть свои задачки. Значит, люди, ходящие к вам, мужчины, брюки условно, да, они другие. И чтобы выйти из этой программы, вам нужно для себя прояснить, вот он другой, да, это ж не папа, ну вот констатация, факт, не папа. Точно, вижу, глазки нормально смотрят, ушки слышат, не папа. Интересное кино, с чем зашел? Что предлагает? Он какой? Как он себя ведет? Как он на меня реагирует вообще? Да, потому что один и тот же человек на разных людей реагирует по-разному. В зависимости от обстоятельств, да, и позиции противоположного человека, с которым общается. Вот на сегодняшний момент вам нужно просто для себя поменять модель восприятия из расчета. Вот он к вам подходит, вы говорите, здравствуйте. Очень приятно, спасибо огромное, что обратили внимание. И замолкаете. И очень внимательно начинаете слушать. Вот этот мужчина вам что говорит? Как правило, мы все говорим про себя, но изнутри, да? А когда я зажимаюсь или вы зажимаетесь, то человек противоположный должен обязательно на это реагировать. Значит, у него распрямляются плечи, касая сажень, и он говорит так, ну-ка пошла. А я говорю, вот внутри не хочу, потом думаю, ну, может, это счастье, и начну я себя уговаривать. Вот как только женщина начинает себя уговаривать, что это счастье, что это, да, вот он так хорошо говорит, значит, она начинает попадать в ловушку. До тех пор, пока не будет действий, пока вы не ощутите чувство безопасности с мужчиной. Вам просто хорошо. И его действия подтверждают ваше хорошо. Это взаимовыгодные отношения. Когда вы, как женщина, идете за ним для того, чтобы подпитать его эмоции, честности, правдивости, да, и желание принять ту позицию, которую мужчина вам проговаривает. Но на это нужно время. Почему любое начало любых отношений где-то минимум три месяца длится? Не сразу в койку побежали, да, из расчета того, ну, это мы потом разберемся, типа надо застолбить. Ага, встали, слезли уже, все, застолбили, у нас отношения. И начинает каждый свою программку отыгрывать. Вы на него нападаете, вы пытаетесь его вывести из равновесия, а он в силу того еще никак не смог привык к вам и начинает от вас отдергиваться. Да, типа, что сейчас вот отойди, убью. Избегают. Они избегают, они просто избегают. Потому что, ну, вы же выбираете-то мужчин, которые не папы. Ну, хочется ж не папу, да? Значит, так или иначе, вы проецируете свою жертву, мамину программку, на него. А в силу того, что ваша программка жертвы, которая без конца проецирует и ожиданку включает, состояние разочарования и страха, что сейчас не возьмет, я уже все отдала, хорошее, лучшее, где ж ты есть, куда ж ты пропал, и что ж такое, иди сюда. Для него это неприемлемо. И в лучшем случае, что вы нормальный, более или менее адекватный мужчина, в этом случае, да, он разворачивается, говорит, до свидания. До свидания. Ну, во-первых, не пристаем. Во-вторых, не рисуем образ, основанный на таком сладостном страхе. Это же самая классная позиция жертвы, когда она обманывает. Да, вот так красиво, так замечательно, он такой цветок подарил. Вот так на меня смотрит, это я сама себя обманываю, да? И потом начинаю ему подзванивать, подзванивать, начинаю подзванивать. Так, ну нет, ну ничего, ничего, да, ну ничего. Это он просто занят, это он просто не готов, это просто там еще какие-то дела. До момента вот жертва, программа жертвы работает очень четко. Сначала она обманывает себя. Обыгрывая ту первичную встречу, первичную ситуацию, когда вот она сама себя убеждает, что он так на меня смотрел, и он такие слова красивые говорил. А я вот такая была замечательная. Я прям чувствовала, прям чувствовала, сидела, как вот он прям на меня, вот чуть ли не как на Афродиту смотрел, да? Убедила сама себя. Включила кнопку жданки. День прошел не звонит, второй день не звонит. Так, надо что-то делать. И начинается такая манипуляция. Мы заходим разными путями, из расчета, ну вот ты понимаешь, я вот там хотела то-то, вот доброе утро, как твои дела, какой ты хороший, вот я бы хотела, там еще как-то. Это как обман с лестью это называется. Мужчина ведется, потому что он же не в курсе событий наших, противоречивых внутренних событий, да? И он принимает это все как за чистую монету. Значит, это все происходит. Женщина-жертва, она лилейная до постельной сцены. Это вот классика жанра. Вот она до этого такая красивая, такая замечательная, такая умная, обаятельная, понимающая, рассудительная, ну и там дальше, дальше, да? До момента, пока вот она, значит, встает после того, как руки в позу сахарницы и начинает такой счетчик работать. Так, я не поняла, чаю не подал, не посмотрел, в щеку не поцеловал. Интересно начинаю я с ним разговаривать. Вот как мне это понимать? Что, уже все, что ли? Все, что нужно, получил уже все, и пошел наезд. Для чего наезд? Для того, чтобы подтвердить внутреннюю программу, что я никому не нужна. Не срабатывает, ну когда, простите, меня мужчина приглашает к себе домой. Я же взрослый человек, да? Я же понимаю, что меня там ждет. Я сама себя спрашиваю. Я готова? Вот я готова с этим мужчиной лечь в кровать, да? Без каких-то там, ну, обязательств. Ну, типа того, что, а вдруг потом? Я на вдруг готова отдаться? Да, да. А вдруг это мое, но вот я хочу, я готова, да? Я ничего от него не жду. Да, да, да. А когда мужчина встает и говорит, ну, знаешь, у меня сейчас дела. Я должна, да, я должна для себя честно решить, что я в очередной раз отыграла свою программу жертвы. И он четко в моей программке поучаствовал. Делаем выводы, садимся и делаем выводы. Значит, мое вот такое действенное поведение, вот такое, привело вот к такому результату. Значит, меняя действуя, я меняю результат. Все просто, Вера. С этим поняла, это здорово. Ну, примерно вот так я сейчас устраиваю свои отношения с мужчиной, которого в очередной раз вселенная мне привела. То есть я больше не звоню, я больше не дергаю. Я вообще не появляюсь. То есть появляется он, и я говорю, да, сегодня я свободна, да, хорошо. Там постель я не готова, я бы так сказала, не сейчас. То есть вот буду готова, будем готовы, или когда это будет нам обоим нужно. Нам же сейчас хорошо. Не, мы сейчас не оправдываемся, да, мы говорим, ты знаешь, самое главное, чтобы ты потом не жалел. А, да? Вот самое главное. Вот ты сначала четко осознай, что после того как у тебя сожаления не будет. И мы тогда с тобой поговорим. Да, ну, самое тяжелое, что меня сейчас вот, ну, не знаю, часть жизненных силы моих забирает, это вот эта боль, когда я осознала, что я делала со всеми мужчинами, с семьей до этого. У нас только прожеванный человек, прям как через мясорубку. И вот это вот, мне кажется, это агрессия, которую я папе никогда не высказывала. Теперь я реально влюбаю ее на мужчин, это больно. Мне больно осознать, что я эти понимала. Не, ну, что сделала, то сделала. Да, вот объяснение для себя самой, это не состояние боли, какая я, ну, паршивая такая-сякая, да, как я смогла там, вот, не бичевание себе, а четкое взрослое, взрослое понимание о том, что ребенок, живущий в такой семье, у него практически нет выбора принять другую модель. В силу того, что вы девочка и мама-женщина, да, гендер один и тот же, то, ну, я не знаю, одна из тысячи, наверное, берет ровно противоположную позицию. 99, 999, да, абсолютную копию снимают своей мамы. И они считают, что это норма. Вот вы себя на сегодняшний момент, Верн, должны любить, безусловно, и принимать, потому что вы сделали колоссальную работу. Вы увидели свою вот эту непростую модель, которая приводила и делала очень много, ну, нехорошего тем мужчинам, которые на вас шли, да. Вот, прощая себя с пониманием, да, вы просто отслеживаете, что на сегодняшний момент вы можете, вы позволяете себе делать по-другому. Да, будете ошибаться, ничего страшного. Ну, каждый раз вы со спокойной душой, да, даже если попытались там как-то по привычке мужчину вывести из равновесия, у вас хватит смелости, честности и силы воли подойти и сказать, прости меня, пожалуйста. Это не к тебе отношение, это я там по старой памяти. Понимаете, о чем разговор веду? Да. Хорошо. А как мне быть с моим бывшим мужем? Ведь у нас мы не подали на развод, но при этом я понимаю, что его сейчас поведение, наверное, говорит о том, что не будет. Нет, нет, стоп, мы сейчас не о его поведении, а вы с ним что хотите делать? Вы на что рассчитываете? Или на что надеетесь? Или чего ждете? В последний раз, когда мы разговаривали, я ему так и сказала, что у нас в отношениях хватало доверия, потому что, в принципе, люди мне доверяют, исходя из своего детства. И нам не хватало уважения. Мы не уважали друг друга. Мы реально делали друг другу больно. Он там по своим проблемам из детства, я по своим, и мы друг другу колбасим. Ну, мамы с папами общаются, а дети где-то в отстраненности. Да, да, да. Мы вдвоем, у нас действительно было хорошо, и мы были счастливы, когда мы молчали. Вот мы могли молчать и сидеть вдвоем, и нам было кайфово. Как только мы открывали рты, это начиналась такая помойка просто, такая мыслухка опять же. Мы друг другу вот делали больно, как будто нам кто-то однажды сделал больно, и мы все без конца, когда поняли, что мы друг другу это возвращать можем, и нам ничего за это не происходило. Мы начали друг другу возвращать. Так прошло два года. То есть мы разными способами друг другу делали больно. Он сам сказал, что я на тебя плохо влияю. Ты другой человек. То есть ты со мной становишься вот такая, я же вижу какая-то, ты другая, но со мной ты становишься невыносимая. Теперь я не знаю, у нас теперь с ним совсем нет связи. В идеале, что бы я хотела, чтобы он тоже осознал все свои проблемы. Так не берем Божью волю себе в руки, да? Да. Значит, единственное, что я думаю, вам нужно сделать, ну, на мой взгляд, да, чтобы не опять не придумывать себе историю. Пишите ему письмо или смс, да, из-за расчета того, что у меня к тебе огромная просьба, давай мы с тобой встретимся. И просто друг другу, ну, честно все проговорим. И только после этого можно будет принимать какие-то решения. Потому что то, что вы сейчас думаете, это ваша история, да? Да. То, что у него там происходит, история умалчивания. Почему сейчас вам ровно, спокойно, не для того, чтобы там что-то где-то там увидеть, нравлюсь, не нравлюсь, на что ты готов, а вам нужно честно проговорить, что вы делали. И только после этого посидеть и почувствовать, вообще готовы дальше идти, нет? Но он не готов разговаривать, потому что, ну, последние полгода, когда мы уже встречались, он говорил, нет, твои все разговоры уже вот здесь, я тебя прошу, только не говори ничего. Нет, ну стоп, мы же теперь претензий-то не предъявляем. Это раньше были претензии. Только... Я не могу вам это объяснить, что я тебе хочу без претензий. Так вы ему напишите, что вам важно его увидеть, очень важно. Я немножко запуталась, честно. Да? Вот честно разговариваем. Это человек, с которым вы достаточно долгий период времени были вместе. И вы можете позволить себе вот в таком корректном, да, в корректной форме честную просьбу на тему, давай вот мы просто встретимся, мне нужно прежде всего с собой разобраться. Я не обманываю себя в очередной раз. И мне бы очень хотелось понять, почему ты пропал? Потому что объяснения у меня в голову лезут разные. Давай по скайпу, давай по телефону, но мне важно понять, я хочу спросить и почувствовать, да, вот мне... Мы что с тобой делаем? Не может людей связывать печать в паспорт не может, Вера. Это придуманная история, да, для того, чтобы, ну, потом можно было предъявить обвинение о собственных несбывшихся надеждах к партнеру по браку. Вы же... Да, он сказал такую правду, что я дорожу тобой. Но я... Он сам говорил, я дорожу тобой, но я запутался, мне нужно побыть одному. И потом он исчез. То есть я боюсь, что если я сейчас приду, он просто будет... Не, вот бояться не надо, да. Мы сейчас не о нём разговор ведём, а о вас. Чтобы вы глазки так вот хорошо-хорошо помыли с утра, потом красиво-красиво накрасились, пришли, сели. И, наконец-таки, первый раз за всё это время увидели мужчину, с которым так долго находились вместе. Да? Он какой, на самом деле, вер? Вот то, что вы его выдумали, папины брюки на него надели, это мы уже прошли, а вот теперь нужно выяснить, он какой настоящий. И это тот ли? Если тот, то да, прости, пожалуйста, пойдём. Если нет, то тогда и себя отпустите, и его отпустите, потому что, держа его, не отпуская, да, вы ни свою жизнь не решаете, ни ему не даёте и к чему-то прийти. Понимаете? Так что сейчас не мужчина с женщиной будут разговаривать, те, которые спали вместе, да, а будут разговаривать два человека, две личности, которые хотят понять, вообще, на сегодняшний момент, а не кто друг другу? А не какие настоящие? Как попросите? Как попросите, Вера. Здесь уже зависит от меня. Абсолютно. Включаем женское достоинство и честность и абсолютно от души до от сердца просим. Пожалуйста, у меня к тебе убедительная просьба. Для меня это очень важно. Я, ну, важно, да, я хочу тебя увидеть. Я ни на что не претендую, мне от тебя ничего не нужно, но мне важно тебя увидеть, потому что разобраться нужно обоим. Пускай это будет 5-10 минут, не вопрос, но мне нужно, да, вот, необходимо нужно, потому что вот эта незакрытая ситуация будет без конца порождать повторяющиеся эпизоды в вашей жизни. Будут разные мужчины, но будет без конца повторяться одна и та же ситуация. Он говорит, да, он говорит, хорошо, хорошо, майный свалил. А я сижу в терзаниях, жданки просто прождала, на камень села как-то Алена, думал, камень вешать, нет, или просто посидеть. Уровень зависимости, называется, да. Вы просто сидите и ждете, когда он за вас примет какое-то решение. А вам нужно самой попросить, самой еще раз увидеть, взять ответственность за свою жизнь, да, самой прочувствовать, что это и кто это. Послушать, пускай 5 минут, этого будет достаточно. И для себя самой принять решение. Вы готовы стучаться в ту дверь-то, да, к мужу? Закрыта она, открыта. Есть готовность, нет готовности, это будет ваше решение. Какое он решение примет, это другая история. Вы для себя должны решить, этот человек, какое место занимает в вашей жизни. И если не готовы, то честно просите прощения, прости меня, пожалуйста. Да, ну вот не готова. Ты прости меня, да, вот честно. Как человек, прости меня, да, я не очень понимала, что я делаю. Да, ну мы-то вальс танцуем вдвоем. Вдвоем. Вот я прощаю тебя, чтобы не происходило, чтобы не было, да. А ты меня прости, пожалуйста, если можешь. Я всегда смогу помочь тем, чем могу, если ты ко мне обратишься. Всегда. Знай, что вот я в твоей жизни, да, в качестве друга, или, ну, хорошего, такого, приятного, знакомого человека, который готов прийти тебе на помощь, буду всегда вне зависимости от моего социального статуса. Вот так люди по-хорошему расходятся. Все остальное на основе обиды, непрожитого детского, вот этого состояния злости, ненависти, страха и всего-всего прочего. Потому что вы его еще настоящим верны, ну, не знаете. Ну, не знаю. Да, да, и время через приступ. Конечно. Ну, штаны папины впереди были мужа. Я поэтому сейчас вообще не понимаю, может мне вообще год именно сфокусироваться на себе и вообще отпустить всех мужчин на свете? Ну, так, хорошо. И что? Что такое, кто придет? Ну, вот что такое, кто придет? А это как судьба. Какая судьба? То, что вы для себя делаете, да, вот то и судьба. Я же не могу сама вообще не делать. Вам нужно состояние изменить из расчета того, что я позволяю себе выбирать. Мужчина подходит, да? Он проявляет внимание, женщина выбирает. А когда женщина отдает себя на откуп, она превращается в серую мышь, которая ходит по улице с опущенными глазами, а внутри взращивается иллюзия, что вот через год сейчас бах, и принц пришел. К серой мыши принц не приходит. Ну, вот не приходит, не к чему цепляться. Почему? Жизнь, она ежедневная. Ежедневная. И если я готова на что-то, да, коль готова, то это прежде всего отражается на моем внешнем проявленном уровне. Я люблю себя, ухоженная, да, у меня есть дела, собственно, есть задачки. Но если только ко мне подходит человек, я говорю, да, здравствуйте. Очень внимательно начинаю слушать. И честно отвечаю, насколько готова или не готова. И тогда только появляется выбор. О них ухожу в монашки на год, потом оттуда выхожу, говорю, так, я не поняла, а где Мерседес белый? Вот так страх работает, да? Когда я себе уговариваю, что потом будет, когда-то потом хорошо, а сейчас мы якобы займемся там саморазвитием. Каким развитием? То есть можно параллельно делать, а параллельно становимся вот самим? Абсолютно. Параллельно не покажется? Жизнь не выделяет отдельного времени для того, чтобы поэтапно как-то решалось. Нужно делать все единовременно. Ваше состояние, оно рабочее, рабочем, да, вот отношение к миру, это состояние, оно должно быть всегда. И тогда мир вам даст выбор. Вот тогда нужно присесть, там, чайку попить с утра и сказать, так, обождите, что-то чересчур много. Ну-ка, давайте мы немножечко это проредим ситуацию, чтобы они все не подвисали. И тогда выбирается, там, из трех один, там, из пятерых один. И потихоньку начинаются выстраивать отношения. Но до этого момента всех пятерых нужно выслушать, чтобы вы понимали, чья модель, чье предложение, да, чья форма жизни для вас более приемлема. Такой точно, как вы. Один в один. Да я понимаю, я даже, ну, я даже понимаю, что я говорю, что мы от знака даже больно друг друга делаем. Это вы лечите друг друга, лечите. Лечить, да. Ну, мы, конечно, ну, тут те два года, которые на нас были, если бы не они, я бы, конечно, часто не дошла. То есть это реально такой пинок просто. Конечно. Все, что не делается по жизни человеку во благо. Он всегда должен в любой ситуации видеть то изумрудное, да, там, бриллиантовое зерно, на которое ему нужно обратить внимание. Тот урок, который ему... Да, не судьба, а мы сами себе, да. Все, что накопило непосильным трудом за непросто прожитые годы, да, мне с этим нужно расставаться. Или я расстаюсь с этим самостоятельно, с пониманием, что я не мама. Мама может быть как угодно. Я ей очень благодарна за жизнь, за то, что как смогла, подняла, накормила, вырастила. Но я не обязана жить маминой жизнью. Я не обязана ее воспроизводить. Я хочу жить своей жизнью. Слово хочу ключевое, потому что это первичная стадия намерения. А чтобы началось хочу как-то так проявляться, значит, мне нужно пробовать другие действия. Мама, вот условно, папа в коридор заходит, мама под стул прячется, да. А оттуда начинает вот ты такой, ты сякой, так тихо цеплять. И если я это помню, и я знаю, к чему это приводит, но если я залазю под стул, значит, я должна понимать, что вот этот мужчина, которого я цепляю, он так или иначе сделает то же самое рано или поздно, что мой папа делал с мамой. Так зачем же я под стул-то полезу? Я лучше ему тарелку с чем-нибудь вкусным поставлю и скажу, господи, как хорошо, что ты пришел, как я рада тебя видеть, я соскучилась. Вот это называется меня действо. Я когда осталась сейчас совсем одна, как-то так получилось, что у меня все люди отключились, и мне так надо было остаться одной. Нет, просто вы перестали для этих людей читаться. Да, да. Все те люди, которые были рядом с вами, они воспользовали, потому что вы готовы были на это. Да. Как только человек выходит из этой ситуации, все отключается, да, такое происходит зависание. Да. Вакуум. Если вы удерживаете состояние... Да. вакуумно шевелится ничего. Все как бы, как будто бы понимание, все приходит, 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 много понимания, но ничего, как бетонное, не знаю. Куча проектов, я там залила блокнот, постоянно пишу идеи, потому что понимаю, что они на меня сыпятся просто вот горой. Я уже лично... Выбираем нужные и начинаем реализовывать. Вот здесь вступает опять какой-то страх. Я не понимаю, что это за страх. То есть я его природу не понимаю. Но я вот понимаю, что я даже пошагово план понимаю, как это начать делать. Но вот сделать... А вы у меня по гороскопу-то кто? Лев. Лев. Ну, у вас же действия совсем нет. Вы что, у меня не звезда звездная? Я так идеи прям вот нати, и потом надо кем-то руководить. Кем-то, чтобы кто-то... По плану начинаем делать. По плану начинаем делать. Во-первых, меняем свой образ жизни, начиная с утра. Чуть-чуть относимся к себе дисциплинарно, с усердием себя выстраиваем. Встаем в 6 утра, делаем зарядку, идем, обливаемся холодной, горячей водой. Я начала бегать, и делать как раз на душ в 6 утра. Прямо слоу шлоу. Вот, отлично. Потом, значит, пишем план на день. Мне сегодня нужно сделать то-то, то-то и то-то. И каждый раз, когда вы план выполнили, да, вы говорите, ну, какая я молодец-то вообще. То бишь, мы свои результаты привязываем к действам. Привязываем к действам. Не хотим тупо результата, чтобы кто-то мне это сделал. А я буду сидеть и звездить, да, истерить. Истерики устраиваем, и мы почему? Только лишь потому, что делать сами ничего не умеем. Вот это задача по жизни. Вам научиться самостоятельно реализовывать свои идеи, которые приводят к нужному для вас понимающему результату. Вы знаете, чего вы хотите идеи решения. И вы знаете, где вы хотите оказаться, или в чем, или на чем, или с кем. Но промежуток пустоты между идеей и результатом вот это природа, которую вам нужно дополнить. Не проецировать на кого-то и сидеть накручивать, что вот оказывается это он такая сволочь не сделал. Я ему так верила, он и сделал. А поднимать пятую точку со стула, он говорит, что, Вера, ничего личного, пойдем и сами сделаем. Ну, зато как классно. А, я, знаете, здесь фишка тоже. Вот у меня, я каждый раз ловлю себя на мысли. Я каждый раз, когда приходит какая-то идея, я думаю, да, это будет. И мне это будет здорово, потому что мне это нравится, я хочу этим заниматься. И я и людям пользу смогу принести. Но на следующий день я просыпаюсь, и рассудок начинает мне говорить, это никому не нужно, это тебе не нужно, это все ерунда, надо еще какую-то другое идею. Почему, когда вы принимаете решение, должно быть какое-то действие? Мир начинает откликаться, ну, условно, у вас есть идея, не знаю, заняться маркетингом, условно, да, там, значит, вы работаете в какой-то компании. Вы приходите и садитесь информационно, подтверждаете, собираете определенного качества информацию, которая дает вам подтверждение, что ваша идея рабочая. Ну, условно, делаете анализ рынка, да, и понимаете, что там 20 компаний, такие как ваши, находящиеся на сегодняшний момент на рынке, слизывают друг у друга идеи. Для того, чтобы идея начала работать, да, первая запускается, ну, условно, фотография, или новый слоган, или новая статья, или новое позиционирование, проходит неделя. И вы понимаете, если 20 компаний сидят и делают одно и то же, а ваша идея кардинально отличается, значит, вы ее быстренько формируете на бумаге. Если вы можете принимать единоличное решение самостоятельно, значит, запускаете самостоятельно. Если зависите там от руководства, приходите и рассказываете руководству два варианта, то, что есть сейчас, и то, что предлагаете вы из расчета результативности времени. Пока народ сообразит, вы будете кардинально отличаться по тем, по тем, по тем параметрам. Вот это называется маркетинг. А не то, что мы говорим, вот эти сделали, давайте мы это у них слямся. Это совсем другая история. И тогда вы увидите обратную связь от своего руководства, которое будет очень заинтересовано, и будет аргументированно задавать вам вопросы, на которые вы, познав, собрав информацию, вы будете очень спокойно, ровно и квалифицированно отвечать. С этого момента начинается взаимовыгодное сотрудничество. А никто же не знает, что у вас в голове, Вера. Когда мне пришла идея про проведение там некого мастер-класса, вот мастер-класса для там некой группы людей, я как будто бы случайно познакомилась с человеком, который пришел, говорит, у меня зал свободный, хочешь, я бесплатно тебе его дам. Ну, как бы, да, здорово, отлично, конечно, хочу. Потом случайно наткнулась на объявление школы арабийского искусства. Думала, отлично, мне это поможет, потому что я буду увереннее на свой мастер-класс, если пройду уроки этой школы, заплатила. То есть, вроде как бежуха какая-то сама собой идет. То есть, я даже как будто бы наблюдатель смотрю, оно как бы само собой начинает складываться. И вот это не подстегиваешь, что да, вроде бы ты идешь правильно. Да не вроде бы, а идешь. Да, ощущение внутри появляется, что ты делаешь все правильно, потому что даже как будто мир специально все так делает, что она вот дорога такая появляется. Нет, это фокус внимания. Готов реализовать вашу задачу. А, да? Конечно. Мир вот с нами, без нас, он будет один и тот же. Это мы так лучиком подсвечиваем, куда нам нужно для того, чтобы решить вот эту задачу. Да, это уровень направления. И сразу выходит нужный вариант. Это называется выбор. А когда я многое не о чем, то выбора не происходит, потому что сомнения забивают все начало. Значит, главное начать просто делать. Просто начать еще что-то, ну, прям осознанно делать, да? Коллекционировать собственные действия, чтобы они были привязаны к вашему результату. Вижу результат, да, вижу результат. Зашла в магазин, смотрю платье, померила песню. Платье стоит 20 тысяч. Думаю так, ну, готово? Ну, готово. Значит, что я могу сделать, чтобы заработать за неделю 20 тысяч? И пошла раскручиваться ситуация. Единственное, это должно быть честно. Количество денег не важно. Важна ваша пропускная база, сколько вы готовы принять. Как это вот? Можно поподробнее? Еще раз. Если в вашем кармане долгое время было условно 30 тысяч рублей в месяц, а вы заходите в магазин, а там платье висит за те же 30, да? Да. Вы от него шарохнетесь так? А нужно почувствовать, что оно мое, да? Ну, что такое почувствовать? Надо взять платье, пойти в примерочную, одеть его, увидеть себя в этом платье, да? Это позволение такое? Конечно, конечно. Ты начинаешь перестраивать свою вот эту... Да, да. Как бы, да? И вы уже представляете, что вы идете по улице в этом платье, и вам классно. Да. И тогда начинается фокус внимания вашего четко подсвечивать туда, куда нужно зайти, для того, чтобы 30 тысяч появились. И так совсем. И сумма не важна. Важна разрешительная ваза. Огромное количество людей, которые в дорогие магазины даже порога не переступают. Так. Это я заметила сейчас, что многие люди, у них даже... Я туда не могу, в смысле не можешь? Я спрашиваю. У меня есть сестра такая. Я ей спрашиваю, как ты не можешь? Я не могу там... Там такие люди какие, а ты какая? То есть, и у нас вот какой-то диалог такой. Человек, который... Человек только сам себя ограничивает. Больше никто. Преодолеть любое ограничение, это уже как в копилку, да, так, золотая монета. Почему стою, говорю, так, вот это вот у меня почему не плохо. Так, идем туда, идем туда. Идем. Да, поташнивай, да, потрухивай. Сейчас 15 минут. Побоюсь, вот прям потрушусь, посижу, побоюсь. Ну, хорошо, ну, пойду все равно схожу. Сегодня пойду схожу. Зашла, не умерла, 5 баллов, вышла, кофе попила, говорю, ну, молодец. Ну, молодец же ж, да? Завтра вот туда пойдем, зайдем. Только накопительная система результатов приносит изменение внутреннего состояния человека. Если ничего не делать, то ничего не изменится. Я, да, в какой-то момент я тоже подумала, что вот я всегда хотела там зайти в этот ресторан там попить чай. Почему я никогда не захотела? Я пошла, осознанно остановилась, прогулялась, прошла, причем оказалось единственное для меня включили свет, для меня включили музыку, это было кайфово, потому что ничего себе меня здесь ждали, оказывается. Да. Оказывается, меня здесь ждали. Я, значит, удовольствие там попыла, вышла. Но есть такой нюанс, что я, например, решила бегать по утрам и думаю, вот ты всегда хотела попробовать, хотя бы попробуй, просто начни, хотя бы попробуй бегать по утрам. Начнула, кайфово, все, мне такая энергия, какое-то такое сказать, что я могу. Но потом в один из дней я, соответственно, где-то с кем-то, с друзьями побежала свечу, а утром не побежала. И вот этот вот фидбэк такой прилетел, что вот, все-таки не можешь. И началась сама плечевание тогда началась, что все-таки не можешь. Да, у меня сегодня был выходной, ничего личного, завтра начнем по-новому. Я же должна когда-то отдыхать, да, хорошо. Зато я сегодня с работы пройду пешком. И все. И это будет плюс на плюс. Абсолютно. Абсолютно. Но нельзя же себя без конца дрессировать, да? Если человек устает, физически устает, он честно себе в этом признается. Вот с кровати в 6 утра должна поднимать радость нового дня. Не для того, что мне нужно заставить встать в себя, да, заход. Я не могу не помнить месяц, но я потом скулю три пачки подряд. То есть я вся на стол не могу. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, позвольте себе, да, единственное, что... Вера, услышите, дочери сколько лет, я просто не помню? 12. 12. Ну, единственное, что вы при ней так вот не очень стараетесь это делать, да? Ну, по крайней мере... Ну, а все остальное... чувствует... Она говорит, ты опять... Я говорю, Аня, это компания, там же я же не одна. Она говорит, я все вижу у тебя по глазам. Нет, вы ей честно скажете, дочь, вот честно, сейчас пока не могу. Вот, я очень буду думать на эту тему, да? Курение в вашем случае это состояние такое спрятание стыда. Это такая, ну, очень жесткая подмена, да, которая дает балансировку в вашем случае. Когда было в детстве очень стыдно и очень хотелось стать взрослой, и когда вы брали сигарету, то вот это вот ощущение, что я взрослая, я смогу, оно, да, вот этим подпитывалось. Все. Сейчас, пока вы не устаканите свою жизнь, да, и пока на вас будут, ну, в том числе и дочка давить, вы не сможете себе аргументировать, потому что вам извне идет давление. То же самое, что было в детстве. Почему вы честные признайтесь, вот дочь, прости, пожалуйста, но сейчас как-то у меня не получается. Вот пока так. А там дальше давай посмотрим. Это не будет для нее больно, что вот она вроде как добра мне желает, рассказывает как-то вредно, какие-то статьи даже читает, и эти цитаты мне прям приводят. Нет, она просто хочет, чтобы вы, ну, ее слышали. Вот ее дудку и ее дудку. конечно. Но вы же испытываете чувство вины, когда оправдываетесь, а вы перестаньте оправдываться. вы объясните, что на сегодняшний момент честно, да, эта задача пока не может быть решена. Вот пока я сейчас не готова. На то есть у меня, определенные там какие-то свои внутренние убеждения. Дочь, прости, пожалуйста, но пока я сейчас не готова. Я буду думать, да, вот буду как-то там, как-то это решать, но на сегодняшний момент, честно, прости меня, я не готова. И не нападай на меня, пожалуйста, да. Я тебя очень прошу. У нас с тобой есть масса точек соприкосновений, масса дел, которые мы можем делать с улыбкой, с любовью, с обоюдным удовольствием, да. Ну, я единственное, дома не курю, а вот пойду там, да, где-то там покурю. Но пока это так. Вы столбите ситуацию, потому что чем дольше вы будете ей оправдываться, тем в большей степени она будет взрослее на вас наезжать и видеть у вас все меньше и меньше хорошего. А все больше и больше пытаться над вами становиться для того, чтобы, ну, ощутить себя тоже взрослой. Да, вот если вы курите, она курить не будет и будет праведница такая, праведница. Почему? У нас еще, когда последние два года у меня были эти отношения, она была уже взрослой, то есть ей было как раз 10, ну, такой уже осознающий, такой человек маленький, да, уже с пониманием, с относными, с рентгенциями. И когда я все время уезжала, вот когда у меня был период, когда я снова не дома, у нее выработалось такой страх, что вот я уйду и не вернусь. Она понимала, что вы ее бросаете. Да, теперь она меня все время держит, она меня никуда не отпускает, я не могу отойти, опять же начинаю чувствовать какой-то комплекс вины, что я вот опять ее бросаю. Но я понимаю, что даже тот проект, который я сейчас начинаю, он потребует массу времени, я не смогу находиться рядом с ней. Более того, ей 12 лет, мне даже, что это тоже такой возраст, когда она должна как-то самостоятельно... Это вам кажется. Единственное, что наши дети просят от нас, вспоминаем себя, да, чтобы они чувствовали, что мы их очень, очень, очень любим. Значит, вы садитесь со своей дочкой вечером, и у вас как молитва должна, вы, дочь, я тебя очень люблю, ты у меня замечательная. Я каждый раз возвращаюсь с работы, думаю, мы сейчас, у меня такое чувство счастья, мы сейчас с тобой сядем, покушаем, попьем чаю, там что-то поделаем, ты мне что-то спросишь, да, это должно быть ежедневно, пока вы ее не насытите тем, что она просто всегда должна знать, что мама всегда рядом. Когда вы собираетесь куда-то уходить, тогда вы говорите совсем другие вещи, да, услышь меня, пожалуйста. Для меня тоже, доченька, очень важно реализоваться как человеку. Для этого мне нужно нарабатывать свои проекты, свои какие-то достижения. Но я тебя люблю всегда. Я всегда к тебе вернусь, до тех пор, пока вот, ну, всю жизнь я буду тебе нужна в той или иной форме. Я всегда буду рядом, нужный для тебя момент. Но кроме того, есть еще я, для которой тоже очень важно реализоваться. Давай договариваться. Вот я сегодня ухожу, а вечером, в 8 вечера я прихожу. И когда вы даете такие слова, вы должны четко их выполнять. В течение трех лет, вот услышите меня, да, без напряга. Если это будет, ну, ежедневное, ну, так вот, ежедневное, да, в большей степени, то это все пройдет. Просто она для себя объяснила, что где-то есть лучше человек, а она для вас хуже. Там вы больше любите, а ее меньше любите. Дети не понимают наших взрослых заморочек. Слава тебе, Господи. Но они объясняют все нужностью собственной. А родители не считают для себя возможным объяснить причину происходящего, почему получаются внутренние конфликты. Вот вы садитесь и все рассказываете. Потому что она боится, что мужчину вы будете любить больше, чем нее. А я говорю, что это друг, что ты для меня важнее. Но вот мы переехали и все начало меняться. То есть сейчас я постоянно как раз устраиваю свои отношения с ней. Не наезжаем на дочь, Вера, не наезжаем на дочь. Это же вы как ее воспитываете? Как это? Да что это такое? Прямо это же голова трусится. Это что такое? Она маленькая девочка, которая очень хочет понимать ваши действия. Вы сядьте ей и объясните эти действия. И все. Она должна вам доверять. То же самое. Вы говорите, ваши действия должны сходиться с тем, что вы делаете. Ваши разговоры должны абсолютно соответствовать тому, как вы поступаете. Все. Тогда она перестанет бояться. Но для этого нужно ежедневно это делать. Ежедневно. Если вы задерживаетесь, то вы ей звоните, говорите, дочь, пожалуйста, сходи за хлебом. Да, я вот минут на 20, на 30 задержусь. Вы перед тем, как она начинает переживать, вы ей объясняете, что происходит. Тогда она переживать не будет. А она ждет, 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 потом не получает от вас объяснений, начинает у вас спрашивать, а вы еще и злитесь к тому же. Потому что уверен в том, что она же должна понимать. Ничего она не может понимать. Пока еще. Просто не может. Абсолютно. И она понимает, что да, она недостаточно хороша, потому что мама от нее без конца уходит. Где-то есть кто-то лучше. Да, и у нас, я даже заметила, есть какой-то такой, я ей предложила сходить на концерт. Ну, сейчас смогу, подавить ее с собой, как бы, что она будет. Пойдем туда, сюда, пойдем сюда. Нет, я не хочу, я не пойду. Мне здесь интересно. И сама меня как бы отталкивает. Нет, потому что... Мы никуда с тобой не ходим. Мы с тобой никуда не ходим. Вот она имеет в виду, что вы с ней никуда не ходите. Не втроем, а вы с ней, мама, ее мама, никуда с ней не ходит. Я предлагаю, Аня, пойдем на концерт, сходим. Пойдем, вот я нашла органы концерта, ты получишь колоссальное удовольствие и джаз-клубер. Пойдем, сходим. Я не пойду, я не хочу идти. А вы ее попросите, доченька, пожалуйста, пойдем, моя родная. Пожалуйста, сходи. Конечно. Ну, конечно. Да, да, сочи, да, да. Это правильно. Да, попросите ее просто. Я понимаю, что у тебя свои дела, но, пожалуйста, сходи сейчас со мной, да, потом твои дела. Да, вот так. Да. Хорошо. Да, я намутила, конечно. Да не намутила, Вер, просто не было, ну, не было другой модели жизни. Вот просто не было. Вот шорины, да, все ходим. Вот как мама научила, что сняли, то и пошли. Но для того, чтобы расширить, этим нужно каждый день заниматься. Ничего в этом страшного нет. Абсолютно. Единственное, что в этом нельзя жить постоянно и оправдывать себя. Обосновывая, что я мама, ты должна понимать, это что такое, там, или мужчина, ты понимаешь, ты там то и сё, а сама отстаивая тупо свою позицию. Я решила, что вы должны меня любить. Или вы должны меня понимать, а я буду делать все, что я захочу. Нет. Нет. Если вы хотите, ну, чтобы были гармоничные отношения, да, вам нужно учиться проговаривать свою позицию. Всегда. И давать человеку право выбора. Готов он, не готов. Но это должно быть искренне. Тогда будет выстраиваться отношение, когда, неважно, дочь, муж, там, мужчина, сослуживцы, когда они, ну, условно, 10-15 раз увидят, что вы говорите и делаете одно и то же, тогда они рано или поздно успокоятся и скажут, ну, если я рассказала, это не обсуждается. Всё. Вот это доверие называется. А когда я истерю, говорю одно, а поступаю по-другому, то картинка перестаёт сходиться. Называется двойной посыл. И человек от этого двойного посыла защищается, потому что для него это сложно. Хорошо. Да это мне там в телефоне звонит. Что-то слышал? Что ещё, Лен? Это так честно, что мы с вами так лаконично всё, что у меня наболело, проговорили. Да жизнь, она очень простая штука. Если вам не нравится результат, значит, мы от результата разматываем действие и понимаем, какие действия привели к этому результату. Вы самое основное решили уже у себя. Знаете, у меня есть какие-то, всё равно у меня есть эмоциональные качели. То есть какая-то инерция у меня назад. То есть чем больше я достигаю удовольствия от жизни, какого-то комфорта, тем больше меня потом откидывает, когда я лежу и вообще ничего не хочу. Но я быстро достаточно сейчас научилась с этим справляться, но какой-то день-два я всё равно это теряю. Что нет, Вера, то ли я себя передам, то ли я себя перегибаю. Нет, вы же сначала себя толкаете, потому что человек без удовольствия жить-то не может, но это же форма вообще жизни, удовольствия, радости. Но когда вы себя в кулачок собираете и такие свои не очень большие силы бросаете на получение удовольствия, то тогда всегда идёт отказ. Почему очень важно выйти из параллельно, из дуальности и понимать чётко, что я делаю каждый день. И особо не радоваться, но и особо не печалиться. А понимать, что вот да, я могу. Вот у меня есть задачки, я могу. А любить жизнь людей, детей, мужей, ну себя в первую очередь. А не радоваться от того, что вот знаете, как ребёнок долго-долго там что-то не делал, не делал, а потом мама, посмотри, я всё сделал, да, и требует ну вообще вот колоссального всего-всего. Нет, ну мы же не дети, мы же понимаем, что мы делаем. Почему жизнь это как результат моих, ну вот, моих достижений для того, чтобы я понимала, что я живу. А уровень достижений это накопительная база разрешения я самой себе с пониманием, что за всё в этой жизни, да, нужно, ну условно, платить, то бишь повышать свои возможности, способности, знания для того, чтобы достигать всё больших и больших результатов. И это, это норма, на самом деле. Да, мне многие мужчины говорят, что тебе 16, ты ребёнок, ты идёшь, я как ребёнок. А я вообще не понимаю, как бы, как это исправить или с чего, с какого угла даже к этому подойти. Как мне... Это там или шорты, и вот образ, в котором он себя видит, не работает, да, ну вот не работает. Потому что чужое надевать нельзя. Нужно одевать соответствие своему внутреннему состоянию. И когда я понимаю, что я женщина, да, которая живёт своей жизнью при наличии мужа, детей, там, работы, всего, но я понимаю, что для меня это важно, важно соответствие. Это по какой-то причине я буду истерить? Это зачем-то я буду свои силы в никуда растрачивать? Кому это нужно? Мне это точно не нужно. Девичество такое, засидевшееся, да, это привычка закостенелая, человека нравится кому-то. Дрессировка называется. Меня долго-долго заставляли кому-то нравиться. Я по привычке начинаю всем нравиться. повышенный тон, там, немножко вызывающая манера поведения или одежда, да, она всегда, вот, вызывает такое, ну, якобы, якобы, внимание, но на самом деле это всё, вот, я вышла, а теперь я не знаю, что с этим делать. Так вы когда выходите, вы же тогда поймите, что вам за это и отвечать надо. Ваш внутренний образ должен всегда соответствовать внешнему состоянию, да, платье, там, туфли, макияж. Если я начинаю суетиться в белом платье, то как-то скажут, ну, точно не уменьку. Тогда зачем я делаю это платье? Надо было шорты надевать и майку, и тусить. Тогда я не могу от людей ждать адекватного к себе отношения, потому что мой образ, мои действия не будут сходиться с тем, что я хочу, чтобы для них, ну, прочитать, вот, им показать, да. Вот и называется, что я внутри вот такая-сякая, ну, вот, хорошая, достойная, да, а внешние по-разному. Почему люди тогда разворачиваются, говорят, спасибо огромное, не надо. Люди читают это как обман, как обман. Вот это важно понимать, но как только человек сам себе перестает обманывать, тогда ему незачем обманывать других. И когда я одеваю белое платье, я понимаю, что мне внутренний, да, и внешне нужно быть одинаковой. Вот это называется роль. Вот я надела, да, соответствие внешнее и внутреннее содержание и пошло. А у вас остаточное явление мамонны куски, там, какой-то девочке красивой соседке куски, там, с книжки, с какого-то, с кино, там, да, навязано. И получается сумбур. И вот оно туда-сюда скачет состояние. Как только вы понимаете, какая вы, да, как вам комфортно, с каким набором качеств. Вы каждый раз вспоминаете, подождите, Вера, вот ты сейчас что творишь-то? Да, что ты сейчас творишь-то? Скажи, пожалуйста. Минуту, народ, минуту, сейчас три раза присяду и буду хорошая, в минуту. Не боимся, не боимся признаваться в своих каких-то там, ну, условно недоработанных частях, да, ну, каких-то не очень, не очень корректных, нано, это же только на наш взгляд. Половина народа, вы много видите, как человек переживает, перед вами сидит? Да нет же, я же в своем кине. Правильно? Правильно. Почему, говорят, ну, я говорю, вот, простите, да, сегодня вот как-то я не очень могу сама с собой договориться. Бывает и так, звезды не так сошлись, простите. Вот и возвращаюсь опять в белое платье, в себя, да, в мудрую, спокойную, равновешенную, умеющую слышать, слушать и четко проговаривать свою позицию. Это просто на самом деле, просто единственное, берете колечко, на пальчик одеваете, каждый раз, когда начинает заносить, за колечко взялись, все, сразу раз и на место встали. Это привычка. Привычки меняются, как и все остальное. Единственное, что это должно быть постоянно, постоянно, постоянно. Возврат постоянно, потом рано или поздно это будет нормой. Еще, знаете, я вспомнила один случай в своей жизни. Я сегодня, причем, совершенно случайно на него наткнулась, я все думала, почему я себя не принимаю, что мне в себе, почему я никак не могу почувствовать себя женщиной. Вспомнила такой случай. Я в 17-18 лет я была в модельном агентстве, то есть тогда, ну, попала в модельное агентство и работала манекенщицей. На самом деле, для женщины, даже короткие, потому что это премии, это здорово, потому что ты чувствуешь себя на миллион. Потом с этим ощущением, женщина на миллион, как-то ты идешь. Но меня очень, мне печенкула по носу, однажды, когда мне было 17, я ехала в грудь, подошла к уходу молодых людей и начали говорить, а где твоя грудь? Ты вообще женщина или нет? Ты кто? Ты гермопродит? Очень, очень отмеялись, немного можно сказать, хотя только на словах. Я могла, хоть я немного другим человеком, я бы, может, не заметила этого, но я же сразу у себя это все приняла и вот все эти там столько лет я с собой это несу. То есть у меня внутри какая-то уверенность, что мужчина не может полюбить женщину с маленькими людьми. Вот пока у меня не будет больше. Я знаю, это жарко звучит. Но вот не принимаю себя я в этом все, не понимаю, что с ним делать. 15 минут с утра обнажаюсь, подхожу к зеркалу и абсолютно честно начинаю с собой любоваться с пониманием, что другого тела не будет. Это тело вам дано только для того, вы его себе выбрали, да, ну, природой, как хотите, да, для того, чтобы вы смогли себя принять. Тело же это не кусок мяса, да, это те наши мысли, вот грудь у вас не выросла, простите, только лишь потому, что вас долго-долго не могли увидеть девочку. Да, некому было. Папа с мамой были заняты. В силу того, чтобы взрослеть не показывал как, ну, ни папа, ни мама, да. Значит, самое безобидное, самое такое, ну, вот, защищенное условно для ребенка состояние, когда он маленький. Если у мужчины это, простите, половые органы, да, то у женщины это грудь. И тогда уровень вот внутреннего, да, вот я еще маленькая, я еще маленькая, я еще маленькая, все. И тогда начинается обычно полнота защита или соматика болезней, и тогда стопор идет. Ну, вот, это же вы сделали, да, значит, вы теперь сейчас можете отпустить и сказать, мама дорогая, еще неизвестно, кому повезло. Вот, подождите. И смотрю на себя честно, да, и вижу, что правда, замечательно. И тело это дополнение к душе, к внутреннему состоянию, дополнение. Не первичная история, а дополнение. И чем чище будет ваша душа, тем прекраснее будет ваше тело. Да, я, причем, недавно сестра рассказала, старшая, что она пошла практически на работу и сделала себе операцию. Первая мысль у меня была, что ты себя не принимаешь, потому что потом постепенно вот я дошла до того, что я тоже себя не понимаю, потому что у меня эта мысль, она титрит постоянно, что вот, вот, вот. Я почему-то точно понимаю, что скорее да, нужно разобраться с проблемой, чем пойти к хирургу. Но вот сестра моя старшая, она потом легче какой-то. то есть она сказала, что она никогда не жалела, потому что наконец она чувствует себя женщиной. Ну, а как вы хотите сказать, Ну, давайте это не для камеры, да, в следующий раз. Просто я не хочу сейчас давать комментариев, потому что в каждом отдельном случае это своя история. Общий комментарий это каждый на себя примет и будет по-разному. Да, единственное, что я могу сказать, без причины никогда нельзя над собой издеваться. Приносить себе искусственную боль. Вот это точно. Потому что это абсолютное подтверждение, что я себя не люблю, не принимаю. По сравнению с другими я другая. Хуже там. Да, да, да. Интересное кино. Вот меня все во мне устраивает. Если кому-то что-то не нравится, это же его трудности или ее трудности, да, а не мои. Почему? Говорю, подхожу к зеркалу на себя смотрю, говорю, господи, ну красота-то спасибо огромное, вот еще у нас тут дела, я пошла. А все остальные могут иметь любое другое мнение. В зависимости от своих непростых жизненных ситуаций, да, или навязанных каких-то идей. Там, как-то, как-то это так должно быть, да вопросов нет. Ну, хорошо, в вашей жизни это может быть так, а в моей-то и так. Но это не дает, не говорит о том, что мы не можем с этим человеком найти точки соприкосновения. Ну, вот, чтобы, я не знаю, лечь на искусственную операцию, вот так я скажу, да, сознательно положить себя под наркоз, и там вот, вот, чтобы кто-то во мне там как-то ковырялся, ну, вот как-то, ну, я не готова, да, это же обсуждать эту тему. Хотя в жизни бывает разное, но на сегодняшний момент не готова. нет такой задачи или нет такого человека, ради которого бы я готова была на такие жертвы. Ну, в моем понимании они не очень обоснованы. Ну, для меня, для любого другого, пожалуйста, как это? Ну, каждый же живет своими представлениями, не понимая, да, откуда это вот берется. Ничего в нашем теле, у каждого человека нет ничего лишнего. Никогда ничего. И все дается только во благо для того, чтобы нам было лучше, радостнее и больше удовольствия. Если я себя по какой-то причине не принимаю, значит, я сажусь и говорю, давай выяснять причину. Потому что кто-то когда-то мне в метро сказал, что у меня там как-то, да, я понимаю, что он вообще меня не видел. Рассказывал сам себе или, знаете, как обычно, вот, ну, по крайней мере, в Москве метро бывает такое, что, особенно девчонки молодые, там, где-то лет, ну, там, 16-18, ну, 18-18, ну, они, вот, ну, там, в шортах одеты, так, немножко по-разному, так, более, более раскрепощенные в одежде, скажем, и они начинают прыгать и кричать. Вот, все думают, что вау, какие они там, это, да, там, крутые, условно, да, а на самом деле они объединяются одинаковые для того, чтобы обратить хотя бы вот таким, непростым, да, да, на самом деле, да, если человек не получает такого формата внимания, значит, мы идем, там, в пинки, там, еще куда-то, там, да, эмо, еще и куда-то, объединяемся одинаковыми для того, чтобы показать, что мы, мы от вас, мы от вас уходим, а мы вот выделяемся, да, вот мы такие протестные движения, да, но на самом деле это внутреннее, убежденное, навязанное состояние, что ты никому не нужна, и от этого происходит стопор, как внутренний, так и внешний, потому что каждый додумывает свое, решаем самостоятельные задачи, сама задачу ставлю, сама решаю, начинаю с малого, идем к большему, и чаще спрашиваете, допустим, у дочери, когда вы что-то проговариваете, ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Хорошо? Хорошо, да, вы спрашиваете согласие и понимание, если она закрывается, значит, это первый сигнал того, что она чего-то не понимает, и тогда вы более внимательно начинаете с ней проговаривать, да, что вы собираетесь делать, чтобы она поняла, что у вас, вот, ваше отношение к ней, она безусловно навсегда, ну вот навсегда, но помимо того, есть еще 50% жизни, где вам нужно реализовывать это и то. Давай так, ты мне, пожалуйста, найди по тренингам вот такую-такую информацию, да, а я пока вечером с работы приду, мы с тобой покушаем, вместе посмотрим, мне очень важно твое мнение, и тогда ребенок станет рядом с вами и будет вам здорово помогать, но самое главное, вы ей должны проговаривать о том, что вы ей очень доверяете, спасибо огромное, умница как-то мне здорово помогла, и тогда она успокоится, единственное, что это не пройдет завтра, да, сразу не произойдет. Да, да, время. Это просто ваша новая модель общения должна с ней стать, просто модель общения, и каждый раз пояснение, что вы собираетесь делать, сколько времени это займет, и какой результат вы хотите получить. А как еще тоже, я вот все время пытаюсь, я все время задаю вопрос, чем ты так хотела заниматься в жизни, потому что, понимаешь, 12 лет, это уже такой процесс пропоредации, или поиска себя, или вообще, чем ты хочешь заниматься, или, или я не права, или 12 лет слишком рада еще. Так вы что, не понаблюдаете? Она сейчас занята тем, чтобы удержать вас. Одно единственное занятие. Поэтому она и не знает, что она уйдет. руками, или она все-таки головой. Как это все происходит? В чем она заинтересована? В смысле, что такое заинтересованность? Вот вы там, допустим, занимаетесь, собираетесь свой проект делать. Вот она усидчивая, не усидчивая, вот готова там читать, анализ делать, не готова анализ делать. Вот вы просто на зоне наблюдаете. Какие навыки в ней вложены? Давайте проще. Она по знаку зодиака кто? Весы. О, весы. Значит, у них начала нет, она всегда ждет от вас идей. Она, в отличие от вас, очень хороший бэк-офе сможет сопровождать. Вот ей нужно давать задачку, она будет ее классно делать, и у нее есть результат. С информацией она работает тоже. Такое состояние упертости. Вот она прям надувается сразу, и все. Почему вам нужно с ней рассуждать? И всегда говорить, какая она молодец. Всегда ей доверять, что сделай вот это, пожалуйста. Да, у меня к тебе огромная просьба, сделай, пожалуйста. Я тебя очень люблю, ты у меня умница, ты вообще у меня шедевр, как мне повезло, да? Вот, 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 спасибо огромное, что-то у меня такая золотая и хорошая. Если вы ее не очень долюбите, или у вас не будет времени, то девочка, ну, подпитается состоянием, она будет липнуть ко всем, и одновременно будет, как она с вами поступает сейчас, она будет разрушать чужие действия. Все будет не так. И так будет в одну точечку. Тук-тук, 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 тук-тук. Почему вы ей даете идею, из расчета того, помоги мне, пожалуйста. Вот, вот, у нас будет вот так-то, так-то и так-то, у вас результат есть у обоих. Значит, вы образ формируете, чего вы хотите, и даете ей, ну, в такой, в просьбе, да, в форме просьбы, какую-то идею, чтобы она могла от результата сформировать действие. И тогда у нее появится увлечение. Но обычно все весы, они такие, больше все-таки аналитики, такие тактики, они держат ситуацию. Если вы идейно, вы сказали и сели, да, давайте мне теперь, вот, благодарите, то она будет скрупулезно вести, вот она такая, ну, вот, бэк-офис такой. Вот ей дайте документы, да, условно, или там, она знает, что у нее будет, ну, по математике, там, контрольную. Вот она сядет, подготовится вся, вот это, вот то же самое. Почему ваше действие, которое вы делаете сумбурно, и не очень для нее понятно, оно вообще не врубается, в чем происходит. Да, она вообще не понимает, в чем происходит, и как вообще что-то появляется, в каком-то хаосе, да, потому что у нее это все действительно системно. Почему вы сразу ей садитесь и проговариваете, да, и тогда она успокоится, потому что вы будете разговаривать с ней на ее языке. Да, и как только она успокоится, она и почувствует, а чего она вообще хочет сама уже в своем мире, да, когда я уже никуда не ухожу, не убегаю, не пошел, время давать на руки рядом. Да не важно физическое присутствие, важное понимание, да, абсолютное знание, что мама меня любит. Да. Все, не важно формат беседы, по телефону, лично, там еще как-то, можно за тысячу километров, значит, мама меня любит. И такой, иметь убежденность, что в любое время суток я приеду, мама скажет, здравствуй, моя хорошая, я тебя очень люблю, да. Да, я рада тебя, я тебя рада видеть. Она мне как-то спросила, что если я стану двоечницей, ты все равно меня будешь любить, я говорю, а не конечно, конечно, да, я же стану дворником, я говорю, я буду складывать свои метелки, я говорю, я же на ней пайтики, и она со слезами в глазах все время это стогнает, она говорит, ну да, ты же будешь складывать мои метелки, я говорю, да, я буду делать все, мне не важно, кем пристанешь, главное, вот вы с ней начинаете разговаривать на ее языке, вот это называется взросление. Хорошо? Да, это говорит о том, что все идет правильно, и все идет так, как надо мне, да, идет так, как надо мне. Да, как строю, так и имею. Да, чем больше добра ты получаешь, тем больше добром ты, тем больше тебе возвращаешься, то есть я тоже обратила внимание, что чем добрее я стала к людям, тем больше они стали для меня делать таких вещей, там какие-то внезапные скидки, бесплатные какие-то, то есть люди останавливаются, подгосят совершенно бесплатно, когда я месяц на ней добраться, иначе, то есть как будто бы, я говорю, какой-то аниматор есть, который еще мне таков все и подгоняет. Открываю секрет, это вы сами, в своем мире вы сама себе аниматор. Абсолютно. Абсолютно. Это просто какой-то подарок. Вы сама для себя огромный подарок, как любой другой и каждый. Вот с чем захожу, то и получаю. Что отдаю, то и возвращается. Как не парадоксально. В какой-то момент, я сейчас, когда переехала в ту квартиру, я себя так защемила, что нам не хватит денег, все, нам не хватит, сразу все штрафы на меня посыпались, пришли какие-то судебные вообще запросы, на меня, когда я не в жизни каких-то документов выглядела, сдали какие-то письма с какими-то там, если вы сейчас не заплатите 15 суток ареста, я думаю, так, стоп, надо что-то менять, мне хватает денег на все. То есть, начала каждый день за 20 суток, у меня, у меня, у меня есть свобод денег, у меня есть свобод денег. То есть, я поняла, что ты начинаешь экономить, себя очень лять, и вообще, жизнь сразу начинает забирать все, значит, не нужно. Посыл какой? Я вот на десяточку проживу легко, вопросов нет. Жизнь говорит, хорошо, тебе десяточку, оставим всем остальным по полтинечку. Вопросов нет. Если тебе не надо, это же, это же закон, да? О чем думаешь, ты и получаешь? Почему, господи, спасибо огромное, мне тут и вот это еще, и вот это, и вот это надо, и вот это бы очень-очень, ну вот, вот очень-очень хотелось бы. Вот как эту веру вообще укоренить, что все это будет? Результатами. Начинаем с ма. Больше ничем. Больше ничем, Вера. Ежедневными результатами и абсолютным видением это получилось застолбило, это получилось могу, это получилось классно. Следующий этап, выбираем период, на который идет план и четкое соответствие. Ну вот если совсем вот брать, ну так немножко образно, да, обычно вот месяц, всегда у человека распределяется 50 на 50, уравновешенная дуальная система. Если месяц очень хорошо начинает, прям вот хорошо, значит будет середина, пик такое вот, и потом пойдет снизу. Вот это называется наблюдение. Когда месяц начинается по-разному, скажем так, да, то я сижу и четко понимаю, хорошо, сейчас по-разному пройдет, и потом будет вот прям ровно вторая половина. Тогда не возникает сопротивления, есть понимание. Когда человек начинает сопротивляться, когда он не понимает, а тупо хочет настоять на своем, и тогда происходит ступор. Замирает человек в своем упрямстве, и мир замирает. И потом, когда это упрямство, если оно все-таки еще и без конца вот это проецируется, то тогда люди начинают человека придавливать. Вытесняют его, вытесняют, вытесняют. Для чего? Для того, чтобы он понял, что он ведет себя неверно. Как только человек говорит, все понял, хорошо, спасибо огромное, все понял. Люди говорят, ну прям замечательно, и конфету тебе на, и то тебе на, и то на тебе. Потому что сопротивление не выдерживает никто. Сопротивление очень разумно. Ну как, вот посмотрите, кувалда, да, подходит вас по голове, бах. Вот то же самое сопротивление ваше. Вот вы приходите, говорит, не так, не так. Человек говорит, ну крот закрыла. Начинается новое возмущение, значит, он еще больше будет на вас или она будет наезжать, да. Почему принимать ситуацию, это говорить честно, вот это я могу сделать. Я сделаю. И никогда не отказываться от собственных слов. А вот это честно, ну не могу. Вот дочь, ну не могу я сейчас бросить курить. Ну вот честно, да, я вот и так пыталась, и так пыталась. Ну вот сейчас у меня, честно, родная моя, ну не получается. Вот прости меня, не получается. Позже. Потом. Ну вот там потом, не потом, сейчас не получается. А дальше как будет? А там дальше посмотрим. Да, дальше посмотрим. Но не лгите ей, да, и не показывайте ей место, типа то, что, ну что это такое, что ты тут на меня наезжаешь, да. А честно скажите, вот я не могу. Знаю, понимаю. Да, не могу. Вот правда, честно, не могу. Чтобы вы не включаете сопротивление, потому что чем больше вы злитесь, тем больше она вас столбит. И прямо вот так вот в одну дырочку. Почему вы говорите, да, вот сейчас так, дочь. Но это не говорит о том, что я тебя не люблю, что я плохая, там еще какая-то, вот услышь меня. Вот, пожалуйста. Я твоя мама на всю жизнь. Да, это, конечно, сейчас. Но я долго не понимала, что сейчас понимала, что ничего себе. Целый человек у меня тут под боку. То есть вообще такой удивительный. Ну удивительно, что с ним рядом сидишь, и вообще интересно, а вот это ты как? А вот это тебе как интересно? А вот это для тебя что? В целом нет для себя. Как только вышло из вот этого проворота вообще агрессии и поисков себя, в ком-то, да, в своих претензиях, оказалось, что ничего себе, тут рядом со мной это было. Отлично, Вера. Отлично. Низкий поклон за вашу работу над собой, честно. Молодец. Я сегодня увидела, что мы с вами разговаривали 4 марта, 4 мая, там, честно, и прошло всего 2 месяца. Нет отручения, что прошло, ну, жизнь прошла. То есть реально какое-то необъятное количество времени пришло. я только успела за это время, только увидела, узнала, почувствовала, плавала. Как только отпустила и перестала действительно вот держаться, что ли? Я перестала держаться. Я сказала, так все хорошо, все, отпускаю все, всех, все медведь. Правильно. Спасибо, что жива. Все. Спасибо, что жива. Будем разбираться. А вот это пока все, вот все, все. Все свободны, все могут делать все, что они захотят. Вот моя ответственность, это перед детьми, святое, да? Перед Богом, а все остальное будем разбираться. Никто мне ничего не должен Я никому ничего не должна Вот сейчас начинаем смотреть вообще, что натворила И потихонечку разбираем Закрываем, закрываем, закрываем Оказывается, жизнь классная штука Видите, как только позволяешь себе А так, конечно, я еще поняла, что Когда я более-менее в себя сейчас пришла И появилось вот это состояние покоя Ощущение такого покоя Я встретила ее второй месяц Я поняла, что я даже не могу с ней находиться рядом То есть я не знаю У меня, видимо, это с детства уже настолько отторжение Настолько-то у меня это столько боли Вот прям комок боли Я смотрю на маму И не знаю, как еще вот это наладить Вот уровень благодарности внутри Внутри, да? Что эта женщина Отрабатывая свою непростую жизнь По каким-то ей только ведомым причинам Не захотела измениться Но вы ей за то, что она вас родила За то, что она вас вырастила Как смогла Ваша благодарность должна быть безмерна Вот ваша любовь к ней Это безусловность Вот она маленький ребенок В своем сознании Которая так и не позволила себе Ну хотя бы что-то изменить А все время, все время объясняла И настаивала на своем На своем, да? Вот результат Вот на самом деле Ваша мама показывала Как вам и вашим сестрам Как жить не надо И за это Ваша благодарность К ней должна быть безмерна Вот сколько она боли вынесла На ваших глазах Только ради того, чтобы вы так никогда не делали А все остальное На уровне человеческого общения Это оправдательная база Которую вам иногда нужно просто послушать Но не перебирая Потому что человек в таком состоянии Всегда будет искать виноватого Всегда И всегда будет рассказывать этот диалог А я ему, а он мне Да А вы, а вы, а я, а мы Все Вот это оправдательная база Почему вы каждый раз Приходя к маме Видя с ней, там, разговаривая по телефону Очень, во-первых Не рассказывайте ничего Что вы собираетесь делать Вы можете рассказывать Только о конечном результате Который свершился уже как факт Который получше Вот уже это есть Вот просто есть туфли красного цвета Я обуваю туфли и иду к маме Выслушиваю, что цвет не такой Каблук высокий И то и сё Говорю, мама, понимаю Нашу непростую с тобой ситуацию Но туфли уже есть Нельзя мамам, жертвам Рассказывать, что Я хочу то-то и то-то Не будет Потому что у них жизненные силы Не очень много И они Ну, будут Будут это всё раскритиковывать Вот тут сидеть И вот размазывать всё это А вдруг А что-то не получится Понимаешь Я боюсь Там ещё что-то, да Ну зачем вам это? Вот прихожу в туфли А говорю, мама Вот решила себе сделать подарок Ну и цену желательно не особо озвучивать Потому что их уровень комфорта Никогда с вашим не сойдётся Да, и будет лишняя паника Так как мы со своими мамами всегда связаны То рассказывайте о том Что зашла А там распродажа За рубль 20 последний Потому что у меня размер не годовой И маме хорошо Она порадуется Что вот как-то так В её понимании Это стоит столько Да, и повезло Вот счастье Да, хорошо Я ещё очень переживаю Что мы сейчас Ну дистанционно сняли квартиру Недалеко от бабушки Так как она всё-таки Мне очень много негатива Действительно Такой мир плохой Я хочу умереть Я больше не могу У меня никогда Да это на жалость вас вызывает Попробуйте ей тут Да, ладно Я ещё так и могу Заставьте её умереть Глядите Мне же внучки приходят Она же то же самое начинает вбивать Я вот думаю Как защитить ребёнка Чтобы она Едет Эту программу Не вбивала Значит у вашей дочери У её внучки Должны быть такие дела Чтобы встреча была Только на Новый год На 8 марта И на день рождения Всё Абсолютно Самостоятельность У дочери Развиваем Из расчёта того Что помоги мне Пожалуйста Ты у меня такая умница И человек будет сидеть Заниматься Маленький человечек Обучаться И вы будете понимать Что мало того Что мама ваша На неё не влияет И вы будете радоваться Результатам вашей дочки И будете создавать Так ситуацию Чтобы времени Хватало И на ваши проекты И на общение Каждый день с дочерью А вот лишние Лишние Накопленные Непосильным Трудом За жизнь Убеждения Которые надо Обязательно Поделиться Потому что Сама больше Носить не могу Это к соседкам Это вот туда К соседкам Они созвучны За чайком За телевизором Бабушки В школу танцев И в школу йогов Там или еще Там Я не знаю Каких-нибудь Боевых искусств Вот пойдем Сходим посмотрим Как там люди Вообще Как там И вот вы это все Пройдете Потом сядете Вечером дома И вот ваш Такой сценарий Говорит Что-то я не понимаю Как-то все везде По-разному И замолкаете И даете ей Право рассуждать Чтобы она могла Отследить Свою эмоцию В каждой ситуации В которой она находилась И тогда Проявляется Та эмоция Которая ближе Ей То дело К каким бы Она хотела Заниматься Вот так ребенку Предоставляя Вариантность Начинают обучать Принятию решения Чтобы она была Независима Пока она зависима От вас Но вы мама Да Но в вашу задачку Входит научить Ее принимать Собственные решения А вы для нее Являетесь Как личный пример Как это просто Хорошо И знакомо Да То бишь Система Так вырабатывается Вами Что она Эту систему Многовориантности Будет применять По жизни Она никогда Не поведется Эмоционально А всегда отойдет Скажет Хорошо я пойду Еще вот там посмотрю Вот тут я еще почитаю И вот здесь Я еще послушаю И в итоге Мы тогда будем смотреть И тогда она не будет Зависеть от внешнего плана И у нее не будет Колоссального стресса Мне нужно понравиться Потому что это Единственное что нужно Первый попавшийся Который будет ей Душить Рассказывать В уши Что это классно И замечательно Она будет верить Когда она говорит Хорошо я пойду Вот там посмотрю И там Тогда у нее появляется Право выбора И этому праву выбора Должны вы научить Потому что вы мама И собственным примером Словами я поняла Спасибо огромное Пожалуйста Трудитесь девушка Договорились Ну счастливо тогда Вера И вам До свидания До свидания А еще Ирина Я хотела вас спросить А можно мне эту запись Как-то получить Чтобы я могла ее прослушивать Да конечно А Юля ссылку сбросит вам Да Спасибо большое Спасибо Ну это там На будущей неделе Хорошо Счастливо Счастливо Счастливо